удивительное дело не не так естественно ведь каждый думает о себе заботится о себе ищет выгоды для себя иногда это называется эгоизм а иногда это называется мудростью при этом если кто успешно себе присвоил нечто лишив ближнего куска хлеба тот присвоишь считается мудрым предприимчивым успешным его ставит пример вот мол как надо учись в этом процессе грабежа воры предприимчивые не удовлетворяются лишь хлебом или еще каким материальным благами они никогда не бывают сытыми им нужна слава им нужна власть им нужны рабы они ненасытны и потому обладая всем несчастны ибо нищи они рабы моли и перхоти ну а тот который лишили насущного того объявляют лохом его судьба быть рабом его призвание умножать богатство богатого умирать на поле брани за властного барина захватывать богатство соседей чтобы мудрый барин был богаче барина своего хвалить называть мудрым благодетелем и желать ему вечно царствовать говорит что ему больно он не имеет права лечить свои болезни он не имеет права ибо них он имеет право умирать от алкоголизма от передозировки наркотиков от туберкулеза и спида и просто умирать от бессмысленности существования ибо его жизнь была уворована у него еще прежде чем он научился читать и писать такой порядок установлен издревле почитай с тех пор как обезьяны превратились человеков и ничто не могло подвергнуть сомнению право сильных и богатых властвует над бедными и нищими но бог истинная власть и подлинное богатство сама жизнь смотрел на это богатство и не выдержал бог не стерпел и послал в мир сына своего иисуса христа чтобы нищих сделать богатыми чтобы рабов сделать свободными чтобы подарить вечную жизнь униженным и оскорбленным сын божий иисус христос говорит придите ко мне все труждающие все примененные и я успокоил вас а вот еще великое откровение от господа иисуса христа вор приходит только для того чтобы украсть убить и погубить я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком так я пошел ко христу у него жизнь с избытком и вас приглашаю так вот так вот Продолжение следует...